В Красноярском крае будет скорректирована социальная норма потребления электроэнергии. Наш регион вошел в число субъектов, где уже с 1 сентября начнут применять дифференцированные тарифы. Они были у нас и до этого, но теперь в силу вступают новые требования. Лимит энергопотребления будет индивидуальным для разных типов домов. Наталья Истомина продолжит тему. В Красноярском крае будет пересмотрен социальный норматив потребления электроэнергии. Вышло новое федеральное постановление, в котором как раз и говорится об этих переменах. Правда, увеличится или наоборот уменьшится этот норматив ни в Красноярском энергосбытии, ни в правительстве края нам пока пояснить не смогли. Им еще предстоит сделать сложные расчеты, но одно ясно точно – перемен не избежать. Наш край попал в число пилотных регионов, где реализовывается проект по введению социальной нормы потребления электричества. На самом деле, у нас ее установили еще в 2005 году. Она составляет 75 кВт в месяц на человека. Если эта норма выдерживается, то 1 кВт стоит рубль 28 копеек. Все, что больше, оплачивается почти по двойному тарифу. Теперь специалистам из Министерства ЖКХ и Красноярско-энергосбыта придется устанавливать новый лимит энергопотребления, при этом учитывая большое количество факторов. Он будет зависеть от типа жилья, от того, сколько человек проживает в данном жилом помещении, от того, имеются ли пенсионеры, инвалиды, льготники, от того, ветхое жилье это или нет, оборудован ли в том дом или нет, многоэтажное жилое здание, либо малоэтажное. То есть все эти факторы, их достаточно много, они будут влиять на норматив, и для каждого, грубо говоря, дома он будет разным. Между тем, уже существующий норматив у многих вызывает нарекания. Руководитель управляющей компании в Покровском Анатолий Червяков рассказывает, что по их отчетам укладывается в норму только треть жителей. Все остальные потребляют гораздо больше. Подтверждают эту статистику и в Красноярск-энергосбытием. По их данным, только 29% жителей края не тратят больше положенного. Социальная норма должна быть хотя бы процентов до 50-60, чтобы хотя бы охватывало население. Опять же, прийти к тому, что какое потребление электроэнергии входит в соцнорму, это все первые необходимости, не говоря уже о привилегиях доп. оборудования и всего остального. И действительно, чтобы уложиться в нормативов 75 кВт, нужно экономить буквально на всем. Так, холодильник в среднем в месяц наматывает 30 кВт, чайник – 10, телевизор без особых функций – 15 кВт, стиральная машина – около 10. Итого уже 65 кВт. И это без учета компьютера, подзарядок телефона и прочих повседневных мелочей, не говоря уже о самом освещении. Но депутат Законодательного собрания края Анатолий Матюшенко уверен, что люди у нас просто не привыкли экономить, а нормы заставят научиться, потому что больно ударят по кошельку. Депутат говорит, что сейчас мы платим даже по пониженным тарифам. Не секрет, что сегодня за электричество население страны платит меньше себестоимости. А вот эта разница покрывается практически платежами других потребителей. Прежде всего промышленных потребителей. И поэтому встает вопрос о равенстве условий потребления между жителями и экономикой страны. Интересно, что сейчас социальный норматив распространяется только на личное потребление. На общедомовые нужды он не действует. Поэтому и возникают парадоксы. Очень часто за освещение в подъезде мы платим даже больше, чем за то, что намотали сами. Именно поэтому во многих управляющих компаниях думают установить энергосберегающие лампы. Это, кстати, советую сделать и всем жителям. Добавлю, правительство края пересмотрит социальный норматив потребления электроэнергии до марта. А уже следующим летом мы будем платить за электричество по новым правилам. Я предлагаю обсудить эту тему на нашем сайте afontovo.ru или на наших страничках в социальных сетях. Но если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой номер телефона 29 29 115. Наталья Истомина, Дмитрий Кутько, Афонтова Новости.